Четыре дивергенда. Четыре дивергенда. Правильно. Должна быть полная производная. Потому что когда я вычисляю действие, беру четырехнедовый интеграл и полная производная исчезает. Почему? Поясни. А? Поясни почему. Вот на самом деле она не всегда исчезает. Бывает. И на самом деле я сказал, что обалденная физика как раз сидит в тех случаях, когда он не исчезает. Это точно? Да. С Сантона что ли? Это я Дмитрию Васильевичу пытался. С Сантоном, например. А он с Люпольской волны хотя бы. Значит допустимо здесь... А почему? А как объяснить почему это? Пусть студенты объясняют. Нет. Студенты это не смогут объяснить. Ну почему? Ты забыл еще одну важную вещь на самом деле. Что тебе важна вариантность даже не самого действия, а ЕС и действия. Ну слушай. Заткнись. Нет, так я тебе развет не буду. Сереж, ну я знаю, что это будет. Нет, нет. Может это сразу надо? Это еще отдельно. На самом деле очень важно это ЕС и действия. И на этом еще сидят еще более обалденные эффекты. Это когда бозоны могут превратиться в чернило. Но это вообще... Это такие чудеса. А давайте проще. Значит если у нас это есть полное производство чего-то, да? То когда вычисляем объемный интеграл, то по теореме Гаусса посадится на края нашего объема. То есть на бесконечность. А там поля считаются обычными бывают. В этом замуляции. Здесь стоит произнести слово интегрирование по частям. Ну да. Когда мы выкидываем вот эту производную, это есть интегрирование по частям. Ну я не знаю, я использовал теорему Гаусса, которая наверное... Все правильно. Теорема Гаусса возникает после того, когда мы сделали интегрирование по частям. Сначала у тебя возникла вот эта производность. Нет. Теорема Гаусса это когда объемный интеграл от полнопроизводной садится на... Правильно. Да. Но оно возникло так для того, чтобы писать результат интегрирования по частям. Плоская волна у тебя. Давай не будешь. Не до этого. Так вот, давайте я вам сейчас дам задачку. Это кстати очень интересная задачка. Это пример как возникает так называемый член Месса Зумина. Я не буду объяснять, что это такое. Но это красивейшая вещь. На нем очень много физических результатов. Просто запомните это слово. Член Месса Зумина я вам приведу пример. Чтобы привести пример, мне нужна будет электродинамика. В числе измерений 2 плюс 1. 2 это пространственное. А 1 это время. Т.е. вместо того, что как бы обычная пространственная трёх, я беру... Действие для электродинамики пишется... Вот кто мне продиктует действие для электродинамики? Значит я пишу... Интеграл... Сейчас я пишу D3x. Потому что я напомню, что я сижу в 2 плюс 1 измерений. Так, кто помнит действие для электродинамики? Что? Какого угодно. Аспирантов можно? Можно. С задержкой. Ну вот минус 1 четвёртая свёртка по... Это то, что можно написать в четырёх измерениях. В трёх измерениях. То есть 2 плюс 1 можно написать ещё один член. Который я запишу так. Слушайте, давайте... Я не буду писать верхние и нижние значки. Я знаю, что это важно. Но я буду писать всегда нижние, потому что... Потому что так легче. Так легче и на самом деле ошибиться невозможно. Так что это нужно пройти как-то по своей жизни, когда вы пишете аккуратно верхние и нижние значки. Это просто обязательно. А после этого очень важно научиться... Писать все с одной стороны. Писать все с одной стороны. И не делать при этом ошибки. Поэтому я пишу. Эп-меню. Так, а теперь я могу написать ещё один член. Альфа. Теперь у меня три значка я должен свернуть. С Эпсилоном. С Эпсилоном, да. То есть какую-то константу ставлю и пишу Эпсилон. Я напомню, я в трёх измерениях, поэтому у меня три значка. Вот теперь задачка в чём заключается. Первое. Доказать, что это действие... Вот этот кусок мы писали из каких соображений? То есть о динамике. Ну, что было ли не максимум? Есть более фундаментальные рассуждения. Калибровочный вариант? Да, писалось такой член, потому что он калибровочный вариант. Вот теперь, а здесь так сразу незаметно, калибровочный вариант или нет, да. Потому что Эпсилон калибровочный вариант. Но я написал потенциал, который преобразуется в калибровочный преобразованный. Значит, первая задачка. Доказать, что это калибровочный вариант. Это раз. А второе. Вычислить ньютеровский ток вот для таких преобразований. Когда я к потенциалу добавляю постоянный вектор. Так, ну все, я сказал. Подождите, дайте людям подумать. Нет, это домашняя задачка. Все равно дай немножко подумать. Я буду стирать. Вы можете название этого члена еще назвать? А член веса Зуми. Потом вот найти итог. Это Черн Саймонс. Это вес Зуми. Это вес Зуми. Я знаю это как Черн Саймонс. Нет, Черн Саймонс другой. Нет, нет, трехмерный. Но тут полуучастие только на уравнении движения же будет выполняться. Ну в общем-то задание. Подумайте. Давайте переходим к аномалии. Я вам сказал, что открыл ее Штайнберг в 1949 году. И он настолько удивился, что бросил критическую физику. А чему он удивился на современном языке? Он вычислял вот такую диаграмму. Я сейчас ее нарисую. Диаграмму Фильмова. Подпиши, подпиши. Подпиши фамилии частиц. Гамма, гамма. А здесь... Я не знаю, вам уже тут рассказывали немножко про феймонские диаграммы, да? Теперь вот здесь это фермионы, причем с нулевой массой. Так? Вот здесь вершинки. Тогда они были с конечной массой. Что? Тогда не было конечной массой. Нет. Я сейчас как бы... Переводят в наш язык. Я перевожу в наш язык. На сегодняшний день. Потому что на самом деле он не феймонская диаграмма. Совсем не феймонская. Значит, здесь в вершинке стоит гамма-5. Это фотоны прицепляются к фермиону. Все без массы. Теперь давайте увидим, что это ноль. Кто скажет, почему это ноль? Как в ответ будет входить масса фермиона? Сейчас. Нет массы фермиона. Массы фермиона ноль. Потом. Подожди, а ты к гамма-мю туда не ходишь? Там нет? Это не конечно. Эвгенция акциального тока у вас. Давайте увидим, что это ноль. Давайте напишем... Это из-за того, что шпур. Да, правильно. Это шпур гамма-матрис. Чтобы делать вычисления, обычно люди сначала избавляются от шпуров, а потом уже вычисляют интегралы. Давайте посмотрим, какой входит шпур.